Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Мигу и сегодня у нас с вами обзор будет на игру Watch Dogs Legion, которая вышла буквально пару дней тому назад. Мы сегодня поговорим обо всем, что связано с этой игрой, ну и я выскажу свое мнение по поводу этой только что вышшей игры. Поэтому перед началом данного видеоролика поставьте обязательно лайк, влепите подписочку, колокольчик, ну а мы начинаем. Я напомню, что Watch Dogs Legion это третья часть серии Watch Dogs, которая посвященная приключениям хакерской группировки DeadSec. И в новой игре Ubisoft решились на смелый эксперимент, они отказались от центрального героя и они позволили играть за любого прохожего, просто за любого, абсолютно. Вообще за кого угодно, без всяких исключений, просто кого хочешь, за того и играешь. И об этой механике как раз мы сегодня тоже еще и поговорим. Но давайте для начала поговорим о сюжете. Как и ранее, группа хакеров борется с правительством, и на этот раз в Лондоне. Но теперь мы сами должны собрать команду, а играть можно, как я уже сказал ранее, почти за кого угодно. Фишка, она действительно такая работает, но она немного портит впечатление от истории, потому что история отходит на второй план. И это все из-за того, что сложно как-то себя ассоциировать сразу с десятками персонажей. Хотя, конечно, персонажи отличаются не так сильно, как некоторым этого хотелось бы. Играются они почти все одинаково, а набор способностей не играет столь большой роли. Но нельзя отрицать, что особенности иногда понадобятся. Например, на грузовом дроне, который есть у строителя, можно попасть на крышу. Правда, ничто не мешает вам тот же самый дрон взять под контроль. Но его придется поискать. Кроме нескольких героев, игровой процесс, в принципе, привычный. Имеется большой открытый мир с кучей активности и прочим. Зачищаем карту от значков, набираем больше людей в отряд. В будущем появится мультиплеер, если устанете бегать в длиночку по Лондону. Кстати, давайте тогда поговорим о Лондоне, раз речь у нас зашла об этом хорошем городе. Его дизайн неплох, и все основные достопримечательности тут есть. Но, есть одно маленькое но. На обычной PlayStation 4 город выглядит просто отвратительно. Но это как бы понятно, что уже консоль не справляется. Но Watch Dogs 2 выглядела куда лучше. А еще предыдущая игра не была настолько забита ошибками. Ну, например, было такое, что персонаж просто не двигался с места, а кнопки не работали. И оптимизация для PlayStation 4 оставляет желать лучшего. Однако на ПК и, скорее всего, PlayStation 4 Pro все должно быть лучше. Но, быть может, дело в общей картинке. Так как Серый Лондон из той же Assassin's Creed Синдикат был приятнее. Давайте вернемся теперь к теме центрального героя в Watch Dogs 2, точнее его отсутствие в данной части игры. Изменить играбельного героя можно в любой момент прямо в меню. Управление через игру на загрузке просто перейдет на выбранного персонажа. И тот, кстати, может в это время заниматься своими делами. Так что очень часто перед тем, как передать ему управление, игра разыграет небольшую сценку, в которой ваш новый герой отвлекается от того, чем только что занимался. Да-да. Вы совершенно правы. Так было в GTA 5. Ну, так и есть. Так, собственно, в GTA 5. Создание собственной команды, разных по способностям хакерам, основная задача в Watch Dogs Legion. Так что о необходимости рекрутировать в DexSec новых членов игра постоянно напоминает. И иногда это надо будет делать в рамках сюжетного задания. Но чаще всего по вашему желанию. Разве что DexSec, который все время на связи с вами, может подсветить вам NPC, который мог быть полезным. А так вы можете кого угодно в ряды сопротивления позвать. На этой механике логичным образом завязаны и способы прохождения заданий. Скажем, если завербовать в команду строителя в соответствующей униформе, это позволит безнаказанно ходить по охраняемой стройке, где у вас может быть миссия. Чемпиона кулачных боев логично взять на задания, где предстоит много драться. А шпион собственным автомобилем, стреляющим ракетами, сгодится в особо опасных ситуациях. При этом никто не отменяет привычные для серии геймплейные механики. Это ведь все еще Watch Dogs, игра про хакеров. Любую миссию можно пройти каким угодно персонажу, хоть по стелсу, хоть взломав камеры наблюдения и так далее. Но есть такая интересная штучка. Далеко не каждый прохожий просто так согласится вступить в ряды десек. Кто-то в группировке относится нейтрально, кто-то поддержит, а кто-то ненавидит. Есть еще и ваши прямые враги, солдаты Альбиона. Их тоже можно завербовать, если прокачать определенный навык и разузнать о них побольше. Так или иначе, чтобы завербовать NPC, с действительно крутыми и полезными способностями предстоит выполнить для него побочный квест. Такие задания чаще всего сводятся к краже каких-нибудь данных сервера и разборкам с членами вражеских банд. Механика с персонажами позволила Юбисофт отказаться от геймовера как такового. На низком и среднем уровнях сложности с выключенной пермосмертью ваши персонажи станут на время недоступны, если попадут в тюрьму или получат ранение. В первом случае быстрее вернуть их в струю поможет адвокат, в втором медик, но их тоже нужно будет вербовать. Если же режим пермосмерти включить, то погибший на задании герой просто исчезнет из пула доступных оперативников. И вот только тогда, когда погибнут все ваши персонажи, игра закончится. Хотя до такого довести очень непросто, ну разве что специально. Но кто это будет делать, я правда не знаю. В целом механика на первый взгляд может показаться революционной. Легиону она не очень нужна. В новой игре Ubisoft она работает. И разработчики явно приложили массу усилий, чтобы максимально разнообразить NPC. Там, внешний вид способностей. И придумать как можно больше условий для выполнения задания. И тем не менее, недостаток у такого подхода есть. И он очевиднейший. В игре нет действительно запоминающихся персонажей. А сюжет слишком уж глобальный. Как раз потому, что рассчитан на огромное количество возможных героев. И оттого не самый увлекательный. Центральная идея Watch Dogs Legion все же выглядит гораздо более удачно. Она хотя бы работает так, как задумали разработчики. Просто раньше, в начале нулевых, игровые студии не раз хотели реализовать нереализуемое. Они пытались объединить в одной игре два жанра. Шутер от первого лица и стратегии. Так, чтобы ты мог управлять армией, а потом выбрать любого бойца. И лично провести команду к победе. Но тогда ничего хорошего из этих попыток так и не вышло. Потому что речь шла о двух разных жанрах и разных геймплейных механиках. Которые зачастую друг другу противоречили. Вот. И в Легионе это все работает хотя бы так, как задумали разработчики. Ну и выглядит интересно. Попробовать сыграть в Легион точно стоит. Чтобы оценить все самому. Опыт уникальный. Только нужно быть готовым к очевидным недостаткам такого подхода. И честно, я вам скажу, у меня сложились смешанные очень впечатления от этой игры. С одной стороны, тут реально увлекательный геймплей. Который позволяет на ходу взламывать гаджеты и проходить миссии разными способами. С другой же, плохо работающий на текущих консолях продукт с неинтригующей историей. Но если вы любите выполнять кучу заданий в открытом мире, то Watch Dogs Legion для вас. На этом все. Если вы хотите побольше таких информативных видео, где я буду делиться своим мнением и рассказывать о новых играх, то обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ну а с вами был, как всегда, Мигу. До скорой встречи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok